всем привет друзья сегодня уже вторник вчера я в понедельник ничего не снимала и вы как видите я нахожусь на улице и просто не поверите что я делаю я уже снимала видео о том что похоже старость меня настигла и я решила заняться садовничеством сейчас расскажу обращайте внимание на колеса которые здесь стоят мы их внесем отсюда значит что я решила девочка одна на русскоговорящей группе говорит девочки у меня есть щавель я горит могу вам кому-нибудь дать я так как никто другой и что вы думаете я съездила к ней взяла вот она мне дала рассаду и сейчас мы с вами будем ее садить если честно я не не очень-то хороший садовод и возможно я что-то делаю не так кроме того у меня даже нет лопатки вот так это сегодня выглядит и я надеюсь что завтрашнему дню это не погибнет и будет выглядеть примерно так же а потом еще и лучше еще вырастут листики мы будем это есть да александра согласна и так как они залепили все крепко вы только посмотрите давайте вместе открываем первая вещь александра пожалуйста не урони на себя эту палку это вот такое платье господи надеюсь оно мне подойдет по росту потому что александра и я очень боя и боюсь сейчас померю чтобы вот эти вот внизу были на нужном месте потому что я считаю что в зале все на рост метр семьдесят а я мелкая сто шестьдесят два у меня рост как вы думаете разрезы на нужном месте или они должны быть как-то по-другому не смотрите пожалуйста на мой белый лифчик который у меня тут торчит это знаете лифчик для кормления я думаю конечно стоять не с этим лифчиком буду так носить не слишком откровенно в принципе можно сверху белую рубашку я думала надевать как вам моя модель на заднем фоне вот не знаю блин жирные бока так поворачиваюсь и видно складку я такая смелая да смотрите стала заказала себе такие выгоды я обычно так себя не веду на самом деле вообще напишите свое мнение не слишком ли откровенно для матери двоих детей следующие две вещи скажите мать и все вам наглел да просто же топики заказываю в общем это вот такая кажется мини-юбка а это шорты мне такое очень нравится это просто мне кажется будет моя самая востребованная вещь в гардеробе и знаете я заказала себе самый маленький я заказала себе самый маленький размер и вроде бы нормально но мне кажется что вполне мне нельзя иначе я просто не влезу сейчас еще пока есть даже место немного остается давай садись вот так рядышком на камеру снимаемся да и вот такой топик топик мне очень нравится я вижу голый живот да я смотрите осмелела цвет я просто последнее время помешана на вот таком розовом цвете он мне очень нравится и я когда вижу то я сразу покупаю вот такого цвета второй топик такого знаете цвет ну я бы сказала какао кофейный наверное кофейный либо темного шоколада мне нравится красивый цвет я знаю что мне такое у меня такие оттенки лучшие александра хочет в ролик я не знаю вы ее видите там на камере хочет выйти в ролик да скажите смотри смотрите я какая красивая скажи смотрите какая я красивая у меня тоже шортики и вот такая футболочка и еще бантик на голове да шортики футболочка и бантик на голове вот я какая красивая да кстати какой цвет вам нравится больше коричневый такой или розовый очень интересно узнать в общем не ваше мнение не слишком лет это такие откровенные вещи для меня для мамы всем приветики друзья это мы с александрой вышли на улицу да сегодня 30 градусов да жара и мы вышли погреться потому что дома у нас это холодно если честно прохладно да и мы думаем пойдем погреемся да пойдем погреемся у нас кстати уже выросли оказывается так листья на деревьях и даже как-то не замечала вот смотрите как уже все зелено прямо как летом и вот здесь вот через лес через лес было видно другой дом апартмент вот а теперь когда листья заросли то совсем слегка виднеется окон не видно и как-то сразу уютнее становится ну что друзья сегодня у нас дождливая погодка и мы решили всем семейством выехать за боба ти который мы любим вот там филипп сегодня сидит в моей роли рядом с александрой а я сегодня еду за рулем как деловая колбаса тимчик подписчики все время просят чтобы я тебя почаще снимала скажи что-нибудь сколько тебе лет они спрашивали пятьдесят шесть пятьдесят шесть ты уже на пенсии еще нет пока что почему не заработал денег достаточно мне просто еще больше какой ты шутник посмотрите на него вот идем в наше любимое место брико ти там самые вкусные бэба ти из всех что мы пробовали в двух местах из всех двух мест там самый вкусный вот такое тут миленькое местечко здесь у нас всякие выпечки булочки вот мы взяли себе со страубери какой-то страубери с кремом булку и такой круассан медовый александра себе ничего не взяла филипп там еще стоит ждет наш как раз таки боба ти что ты ешь мой это мой вот твой вот твой это кстати редкий случай когда кафе действительно реально нормальный ремонт сделан все красиво экраны тут такие висят мрамор и столики красивые вообще редкость для Америки в общем в итоге мы заказали горячее вместо холодного и мне это меньше нравится холодный был вкуснее да мальчики у нас уехали на футбол а мы тут с Александрой хозяйничим по дому я готовлю обед александра ест кисточку да скажи это тоже надо уметь да она у нас приболела да вчера ночью ее вырвала почему-то и поднялась высокая температура да 38,7 это первый раз в жизни когда вообще у Александры поднималась температура за эти 8 месяцев ее жизни если честно я немножко испугалась уже забыла каково это когда такие малышки болеют да было очень неприятно мы не спали полночи пока ей давали лекарства потом вроде бы у нее температура вот поднялась и она перестала капризничать и стала такая веселая но очень горячая вот через час после приема парацетамол я давала все спала температура слава богу и мы наконец-то уснули но время уже было там 3 часа ночи поэтому вчера во второй половине дня Филип пулял с ним часа полтора я спала потому что я просто уже не вывозила и в целом она все еще какая-то если честно капризная я не знаю может быть это зубы наконец-то лезут но до сих пор нет зубов Zero Zero зубов где зубы Александра где зубы напишите пожалуйста во сколько если у вас есть детки напишите пожалуйста во сколько месяцев у них вылезли первые зубы потому что у моего сына первый зубик вырос 6 месяцев и я поэтому немножко волнуюсь где же у Александра зубы к Тиме на тренировку и сегодня на другом поле тренировка тут прикольно сейчас покажу здесь очень много полей и играют абсолютно разные игры не только футбол вот здесь например как это называется лакросс да где они сетками ловят мячик там футбол и сокер там дальше тоже сокер ну в общем кого тут только не бывает бывает хоккей на траве да в общем здесь эти все поля искусственные за ними следят вечером тут фонари горят и так же можно сюда приходить вот Филипп с Тимой приходит сюда иногда просто вечером играть если поле пустое никем не занято то можно здесь в принципе расположиться и заниматься тренироваться бесплатно тренируются совсем разных возрастов и тут вообще крошки вот этого мальчика он размером с маленькие ворота когда я была еще не беременна и без Александры то я тут часто бегала либо просто быстрым шагом ходила после работы очень помогала развеяться да ну сейчас вот Александра стонет сидит я просто хожу ну тоже неплохо кстати в Америке футбол очень популярен среди девочек и сегодня у Тимы тренировка как раз таки с девочками соединена они вот вместе играют девочки играют очень даже хорошо не хуже чем мальчики и погулять с Александрой и как раз хотела показать как американцы переезжают они заказывают вот такие вот контейнеры но это один из способов загружают туда все всю свою одежду вещи свои и затем перевозят мне кажется это очень удобно кстати говорить блин тут поливалки стоят остается только надеяться что нас сейчас не польет бежим она хочет нас догнать лишь бы нас не полила все отлично мы справились ну и раз уж мы тут гуляем расскажу еще про Александра следит про мусорки мусор здесь выводят чаще всего примерно точнее не примерно а точно раз в неделю есть определенный день по которому приезжают мусорка и к этому дню нужно вот так выставить баки на улицу еще интересный нюанс что мусорщики здесь вот те кто приезжают за мусором они считаются здесь фух кто-то в меня врезался это считается здесь очень классная работа высокооплачиваемая и туда еще хрен попадешь как говорится доброе утро друзья этот влог начинается с не очень веселой ноты как можно видеть по моему состоянию и огромным синяками под глазами сегодня у Александра опять поднималась ночью температуры ее рвало такое было уже в субботу 4 дня назад и как бы это все прошло и под 4 дня вообще не было никаких симптомов и сегодня ночью все повторилось поэтому сейчас мы собираемся и идем в больницу покажу вам может быть немножко как выглядит больница может быть нет ну в общем расскажу что скажет врач вот в общем мы уже приехали к врачу сейчас беру Александрика и идем посмотрим что нам скажут кстати больница наша выглядит вот так не удивляйтесь но это такое маленькое здание потому что тут да то есть потому что все клиники в Америке частные и это просто как бы вот даже не больница а кабинет врача там два врача принимает и мы сейчас пойдем ну что бусинка ты готова? перед выходом у Александры была температура 37,4 посмотрим как сейчас нам намеряют пока ждем врача покажем кабинет вот так вот такая тут тумбочка на которой сидит Александра и здесь все в бабочках маленький кабинетик раковина стульчик цветочки вот и все теперь надо ждать врача в общем сейчас я наконец-то села в машину и могу вам рассказать немного про медицину в Америке мы сейчас с Александрой ждали в этой сраной больнице извините за мой французский полтора часа через примерно час десять к нам пришла врач посмотрела померила температуру сказала да у нее есть температура небольшая посмотрела и горло уши послушала ее сказала все хорошо нет уши в порядке горло не красное взяла тест на ковид и ушла это все заняло примерно пять минут и потом просто нету опять никого нету еще минут десять потом пришла администратор и принесла нам какую-то распечатку о том типа что нужно давать талинол если высокая температура у ребенка как бы моя проблема была вообще у меня были другие вопросы почему это повторяется эти симптомы повторяются в промежутке там в четыре дня и врач еще такой да странно и в общем говоря потом я говорю как ну она говорит мы еще ждем тест на ковид сейчас я говорю хорошо ладно ну врач придет типа и скажет результат я говорю окей в итоге пришла не врач а медсестра сказала что тест на ковид негативный ну что понятно блин какой к черту ковид и говорит ну вот вам уже да я говорю ну у меня есть вопросы вот почему ее рвет у нее как бы температура рвет и почему и промежуток именно был четыре дня что как бы снова симптомы повторяются может ли быть рвота от температуры в общем она такая говорит ой я могу вам позвать врача если вы хотите вы зададите ей свои вопросы я говорю ну если у нее есть время она говорит ну она сейчас с другим сейчас Александрик мы приедем она говорит ну если она с другим сейчас пациентом вот когда типа она освободится я говорю нет спасибо я больше у меня нет времени ждать да сейчас приедем домой разозлились мы с тобой да в общем вообще ноль информации полтора часа просто в пустую это последний раз когда я пришла к этой врачихе ну потому что она уже нас однажды так заставляла ждать но потом вроде бы как то все нормально нормализовалось это просто пипец какой-то вот это все что нужно знать я еще посмотрю если они нам пришлют счет какой-то за этот визит пятиминутный с ноль информации полезной я в шоке ну что друзья на этой замечательной ноте мы заканчиваем наш очередной влог и Александра говорит уже пока пока да спасибо огромное что пишите мне комментарии что пишите мне в личку это так приятно это то что меня действительно мотивирует подписывайся на наш канал и пока пока